Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает познакомиться с книгой Дениса Макурина «Красота без пестроты». Путь к писательству у каждого складывается по-своему. Денис Макурин не думал, что вместо строителя станет сочинителем. Вынужденная неподвижность детского писателя пробудила талант к созданию замечательных рассказов и сказок. Денис Макурин начинал писать рассказы, очень напоминающие по стилю, мягкому юмору и вкусным поморским деталям ажурные сказы Шергина и Писахова. Одна за другой на цвет появлялись книги с веселыми названиями, которые мгновенно находили своих читателей. «Красота без пестроты», «Поморская окутка», «Москутные сказки», «Пол ведра сгущенки», «Макароны в тюбике» и другие. Матрешка – это уникальная русская игрушка родом из XIX века. Есть версия, что эскизы первой русской матрешки сделал знаменитый русский художник Сергей Малютин, а первым мастером, изготовившим в 1890-х годах игрушку с сюрпризом и со смыслом, был стойлер и изобретатель Василий Звездочкин. В сказке «Красота без пестроты» детская игрушка, расписная кукла, внутри которой прячутся ее сестренки поменьше, рассказывает о доброте и преданности, о любви и мужестве, о любознательности и мудрости. Главная героиня – девочка-крошка по имени Ксюша, как и автор книги, родом с русского севера, из далекого Архангельского края, где ценят и понимают красоту без пестроты. Предлагаем вам послушать отрывок из этой замечательной книги. Дед Матвей со дня на день в гости внучку поджидал. Ходил, ходил по избе, места не находил себе. Бабка Анисия его ругала. Угомонись уже. Ох и правду говорят, ждать догонять, покоя не видать. Почесывая бороду, дед Матвей тяжело вздыхал. Пойти, что ли, куколок и газе сострогать? Пойди, детка, а я пока пирогами займусь. Тож маленько на дело отвлекусь. Для кукол у деда липа заготовлена была. Два года чурпаки без коры сушились. На повете обдувались, в свои поры дожидались. Ну а когда чурки звенеть начали, дед их тесать и принялся. Топор вязко стучал по бревну. Чок-чок-дзынь. Дедка ловко лишнее топором стесал. Чтобы аккуратнее были, ножом построгал. Пополам заготовки распилил. Стамеской из каждой половины древесину выбрал. Резаками подровнял. На крутящемся камне добле скот шлифовал. Каждая кукла вышла непростая. Мудреная. Так и назвал дед самую первую и большую куклу. Мудреша. Мудреная Матрена, а внутри сестры поменьше. Размерами спрятались. Сплетена, Веселена, Сонюшка, Марфуша, Ладушка да топотунья Ксюша. Мудреши бледные да светлые, как белые ночи получились. Анисья в руке мудрешу покрутила. Шик. Первую поворачивая, пополам открыла. А из нее еще одна вывалилась. Она тогда все разобрала. Половинки между собой обратно сложила. И на столе в ряд семь кукол выставила. Нет, не годится, дед, говорит. Хоть и белые, как белье после стирки. А в душе-то не отзывается. Это дело Анисья легко поправляется. Дед Матвей краски из сундука у кладня достал. Личико, красный платок, нарядный сарафан каждой кукли тонкой кисточкой нарисовал. Подумал, посмотрел, до каждой мудрешки животину дописал. Матрёне – корову-кормилицу. Второй кукле-сплетенек – козлика Яшку. Веселёне – собаку Жульку. Сонюшке – гуся-ворчуна. Марфушке – кошку. Ладушке – курочку-несушку. А самой маленькой топотуне Ксюши – большую деревянную ложку. Ну а чтобы краска на куклах не ободралась и не облезла, дед Матвей каждую лаком покрыл, да на открытое окно сушиться выставил. Бабка Анисья, как расписанных-то да лаком крытых кукол увидела, так с кроговоркой и повторила. Ох и мудрёная сложилась Матрёна, красота без пестроты, сама бы играла, да только ковды. Потом спохватилась. А как звать-то игрушку? Толком не объяснил. Мудрёша али матрёша? Матрёшкой и назовём, улыбнулся дед. Не успела внучка в дом войти, бабушка ей от печи кричит. Разбалакайся у дверей, руки мой и за стол скорей. А на столе пироги румяные, рыбник ещё парит, рядом с грибами да круглый ягодник, блины стопку со сметаной, печенье овсяное. Дед Матвей у самовара сидит, усы раздувает, и с блюдца чайком фурчит. Проходи, проходил, долгожданная. По-доброму внучке подмигивает. Заждались мы тебя, звёздочку богом данную. Лучшему гостю у нас первое место. Бабушка Анисия вокруг Ксюши хлопотала. Кружку с блюдцем на стол поставила, по головке ей газу погладила. А Ксюша бабушку обняла, к деду под руку подсела, сладкий пирог откусила, глоток чаю сделала и тут же спросила. А что мне деда подарить обещал? Что обещал, то сполнено. У нас ведь испокон веков заведено. Слово дал – держи, обещал – сделай. А ты ешь, пей, да ногами не дрыгай. Дед ночку поучает, сам знай, ароматный чай подливает, да пироги и газе подругу пододвигает. Ну, напились, наелись, с делами обрядились. Дед Матвей коробку с печки достал, да матрёшку из неё выудил. На-ка, дитятка, штучку открывай. Ксюша куклу в руках покрутила, повертела, глаз прищурила и тут же смекнула. Вокруг своей оси игрушку повернула, а из неё кукла поменьше выпала. Она только выкрикнуть и успела. Ай! В первый раз такое чудо увидела, тут же от счастья и онемела. Только-только словно синица прыгала и тинькала, а как матрёшку в руки взяла, так и язык проглотила. Правда, ненадолго тишина воцарилась. Ксения секрет быстро раскрыла. Каждую куколку освободила, всех на столе расставила, рассмотрела и тут же на месте, будто волчок, закрутилась. Сказочные истории о сёстрах Матрёны вы узнаете, прочитав замечательную книгу Дениса Макурина «Красота без пестроты». Приятного вам прочтения! Субтитры создавал DimaTorzok